приветствую вас друзья на связи с вами снова сергей куликов он же моряк вы на канале фокусы от моряка и в сегодняшнем видео я буду рассказывать вам о новой игре в домино не так давно на моем канале выходило видео о том как играть в классическое домино а классическое домино это игра в козла сегодня мы с вами будем разбирать его разновидность которая очень похожа эта игра называется паук либо осел либо крест вот под тремя этими названиями я знаю эту игру возможно существуют еще какие-то названия если вы знаете напишите в комментах это дополнит наш обзор итак друзья первым делом конечно же мы берем доминохи и подготавливаем игры зовем друзей с кем вы будете играть я как обычно призову на по призову на помощь моих извечных оппонентов это у нас пенсионерка черепаха награжденная медалью за скорость за быстроту доставляемость посылок и который является почетным работником почты это конечно же шулер жулик пройдоха уличный проходимец пижон прохвост ушастый зайка-попрошайка который любит играть в картишки но и доминошками он не брезгает и также не брезгует игрой в кости ну и конечно же это нас наш достопочтеннейший просто аристократик потомственный аристократик пингвинчик которого деньги куры не клюют но он не хочет слушать скучные разговоры про фондовый рынок и про акции он просто хочет посидеть с простыми ребятами поиграть в какие-нибудь игры ну и конечно же я сергей куликов он же моряк ваш покорный слуга точно так же буду играть то есть мы будем играть вчетвером хочу сказать друзья что играть в эту игру интересно всего именно в четвером не впятером потому что там уже мало костяшек остается в базаре но в шестером сыграть уже вообще не получится потому что раздается по пять костяшек каждому если мы будем играть в 6 ром это надо 30 костяшек а костяшек всего 28 кстати друзья если хотите поиграть доминохионлайн я советую вам для этого сервис Яндекс.Игры. На этом сервисе, кстати, много игр в домино, просто заходите на сами Яндекс.Игры, в поиске пишите домино, он вам находит несколько вариантов этих игр, выбираете по рейтингу какая вам больше нравится и играете. Ссылку на сервис Яндекс.Игры я оставлю в описании, переходите и играйте. Там много игр, помимо домино есть карточные, ну и так далее, там и увидите. Да, и друзья, кстати, также советую вам мой магазинчик карт моряка, в котором вы можете прикупить классные картишки для фокусов и для покера, для флоришей, можете купить покерные наборы, товары для покера, такие как сукно, держатели для карт, фишки и так далее. Ссылка на мой магазин также в описании. И также, друзья, попрошу вас подписаться на мои резервные каналы на Яндекс.Дзене, на Рутубе и на Телеграм-канале на случай, если Ютуб когда-то все-таки у нас исчезнет. Также ссылки все будут в описании. Ну что ж, друзья, теперь давайте мы приступим и будем играть в эту прикольную игруху. Итак, как я уже сказал, лучше всего играть втроем, вчетвером. Раздают всем игрокам по пять костяшечек. То есть давайте мы сразу вот так вот их перемешаем. И каждый из игруль берет себе по пять костяшек. То бишь беру пять костяшек себе я. Берет пять костяшек себе черепаха. Пяток костяшек берет пройдоха, зайчик. И, конечно же, аристократик пингвинчик берет пять костяшек. Остальные костяшки, это у нас называется базар. Они у нас лежат вот так вот отдельно. И ими будем пользоваться только в том случае, если нам нечем будет ходить. Итак, друзья, смотрите, что происходит дальше. То есть тот, кто мешает доминохе, он первый ходит. То есть это, этот человек определяется либо жребием, или были еще каким-то образом. Он делает первый ход. Ходить здесь в игре паук надо именно с дублей. С дублей, потому что в этой игре... Так, друзья, давайте я вот сейчас немножечко разложу сначала доминохи и начну объяснять дальше. Вот так вот мы разложим. Вот так вот мы разложим. Вот так вот мы разложим. Итак, в этой игре ходят с дублей. Почему? Потому что, когда мы играли в классическое домино, мы раскладывали лишь в две стороны. В пауке мы раскладываем в четыре стороны. То есть к доминохе, к центральной, которой дубль мы сейчас выложим в центр, от него будем отходить в четыре стороны. Итак, я тасовал, моя очередь ходить. Хожу я с дубля, по идее, один-один, но, соответственно, если у меня нету один-один, я беру два-два, три-три, четыре-четыре, пять-пять-пять или шесть-шесть. Если у меня этого дублей нету вообще, то ход переходит к следующему, потому что надо выложить в центре именно дубль. Я думаю, вы понимаете, да? Потому что мы играем в четыре стороны. То есть у нас должно быть одинаковое значение со всех сторон. С дубля, с лысого, который вот голый у нас совсем, да, с него ходить не надо. С него нельзя, точнее, ходить. Итак, смотрите, вот у меня мои костяшки, да. То есть у меня дубль это вот 4-4. То есть я пошел. Если бы у меня не было дубля, ход бы перешел к черепахе. Если у черепахи не было дубля, ход бы перешел к зайцу. Если у зайца не было дубля, ход бы перешел к пингвину и так далее. То есть у кого-то дубль в любом случае бы был. Итак, вот я сделал ход Вот я пошел дублем Что мы делаем дальше? Соответственно, черепаха смотрит, есть ли у нее четверки И начинает выкладывать То есть сейчас я вам расскажу для примера Потом мы кружочек, возможно, другой сыграем Для того, чтобы вы лучше запомнили, как это все происходит Партия, кстати, идет до 120 По крайней мере, я буду играть до 120 То есть обязательно подготовьте какие-нибудь листочки Где вы будете записывать то, что у вас как бы происходит Итак, друзья, мы продолжаем Я пошел дублем 4-4, ход черепашенцы Соответственно, у черепашенцы есть 4-1, есть 4-1 лысый И ей надо выбрать, кем пойти Ну, собственно, она, допустим, пойдет 4-1 Зайчик, он смотрит У него либо единицу класть, либо четверку То есть со всех трех сторон он имеет право положить 4 Что зайцу выгоднее сделать? У него есть единица, у него есть четверка Вот смотрите, допустим, если он положит четверку Он оставит открытой двойку Двойка у него есть, на худой конец он может ее положить Если он сейчас положит единицу, точно так же у него, кстати, будет двойка Поэтому ему выгоднее положить единицу 2 Потому что он оставляет себе и четверку на случай хода, и двойку Итак, ход переходит к пингвинчику Пингвинчик смотрит, так, есть ли у него двойки или четверки Двойки есть, и четверки тоже есть Соответственно, какой лучше пойти? Ну, допустим, он пойдет 2-3 Потому что у него тройка есть И лучше он ее прибережет Хотя может, в принципе, пойти 4 И точно так же тройка у него будет Ну, давайте он пойдет вот так вот, 4-3 Следующий ход мой Вот смотрите, друзья Если у игрока есть дубли Он имеет право их выложить Вот смотрите, допустим У пингвинчика, к примеру, дубль 1-1 Вот если бы мы играли так, что у нас сейчас Было бы здесь, например, единица Вот просто для примера Вот если бы единица вот так вот сейчас лежала Давайте вот это пока уберем Просто для примера, единица бы вот так лежала Пингвин имеет право Точнее, любой игрок имеет право Если у него несколько дублей Или один дубль Он имеет право их выложить вот так Соответственно, дальше продолжаем класть единицы Любой игрок имеет право закрыть дубль То есть перевернуть его вот так Соответственно, дальше класть костяшки домино уже нельзя То есть игрок имеет право закрыть одно направление Далее, если у игрока сразу несколько дублей на руках Например, если бы у пингвина был 1-1, 3-3, 5-5, он бы имел право их все выложить. Но при условии, что есть куда к чему положить пятерку и к чему положить тройку. То есть он имеет право отдублиться сразу всеми дублями, которые у него есть. Причем он имеет право какие-то дубли закрыть, а какие-то оставить открытыми. Имеет право полностью все закрыть, например, все три направления. А имеет право, например, закрыть два, а одну оставить. В этой игре, кстати, рыба происходит именно тогда, когда все четыре стороны вот таким вот образом закрываются То есть, когда все направления закрыты, это рыба Вот такие вот дела, друзья То есть, как вы поняли, от дуплицы можно за раз сразу несколькими дублями И причем направление можно закрывать Итак, значит, пошел я, пошла черепаха, пошел заяц, пошел пингвин Итак, мой ход, у меня либо четверку, либо двойку, либо тройку необходимо положить Соответственно, я смотрю, что у меня есть Четверка есть, есть, ну вот я, допустим, с четверки и пошел Ход черепахи, да, у нее есть четверка, у нее есть тройка Ну, допустим, она пошла четверкой, да, то есть мы будем раскладывать нашего паука, вот так вот Пошла она четыре лысый, четыре голый точнее, да Ну, у зайца что? Голый есть, есть, тройка есть, есть Ну, давайте, вот он троечкой пойдет, вот так И голых оставит для себя, у него потому что один есть Пингвиненыш смотрит, у него пятерка есть, двойка есть, лысого нету Ну, голого нету, соответственно, чем он пойдет? Ну, давай, он пойдет, допустим, 2-5 положит, да Мой ход, у меня есть лысый, у меня есть пятерка Соответственно, давайте я, наверное, пойду вот так вот Я положу лысого и единичку для себя оставлю Потому что у меня есть пять, у меня есть единица То есть я на два направления, если что, могу положить Следующий ход, ход черепашенцы Соответственно, черепашенцы смотрят, так, чем бы мне пойти У нее что есть? Пятерка есть, единицы есть и лысый есть, голый есть, точнее Лысый, это голый и лысый, это, в общем, друзья, когда совсем пусто-пусто вот здесь вот Итак, ладно, кладет она вот, например, так вот Голый 6 и переходит ход к зайцу Заяц, что у зайца? Заяц, например, берет и, ну, к примеру, он хочет закрыть вот это направление Он берет, например, и дублем просто тупо перекрывает вот это направление Ход переходит к пингвинчику Пингвинчик, например, берет и своим дублем вот так вот так же перекрывает это направление Так, он может, и они имеют право этого не делать, но предположим, что они пошли так Соответственно, у меня что, шестерка есть, да, есть пятерка Ну, я, допустим, вот пошел шестерку положил У черепахи, у нее что? Пять Есть, есть, единицы есть, есть Ну, к примеру, она пошла вот так, пять-шесть Ход зайчика, ему либо единичку, либо шестерку Ни того-ни того у него нету Поэтому Так, ни того-ни того у него точно нету, да? Соответственно, он идет на базар, берет Опа, шестерочку вытягивает Все, класс, кладет, шесть-три Ход пингвиненыша У него есть тройки, у него есть пятерки Ну, допустим, он пошел вот Три-пять, допустим, положили У меня получается пять и один И, собственно, я выкладываю И все, я закрываю, у меня вышли все костяшки Соответственно, я выигрываю И что происходит? Значит, у меня, мы подсчитываем очки У меня ноль очков, да, как вы поняли Тот, кто первый набирает 120, тот проигрывает У черепахи один, два, три, четыре Соответственно, у нее четыре очка У зайца раз, два, три, четыре Пять, шесть, семь, восемь Восемь очков у зайца И пингвин один, два, три, четыре, пять Пять очков у пингвина Как вы поняли, очки считаются Именно по вот этим вот Оставшимся костяшкам домино Если у игрока остается голый Да, либо, как его называют, там, лысый, мыло То это засчитывается за 25 Но только если этот голый один То есть, вот, например, где вот у нас он Вот, если бы у зайца, например, осталось чисто вот так Он бы записал 25 очков себе Вот и все, друзья, простейшая игра Давайте сейчас я сыграю еще один коночек Для того, чтобы вы поняли Как все это происходит Итак, выиграл я, соответственно, тасую снова эти доминохи я И ходить дублем Также начну первым я Итак, потасовали Берем попиток домино Так, раз, раз Так, здесь две И пингвинчик Тоже берет пять штук Эти на базар Итак, переоткрываем Мои доминохи вот эти У черепахи доминохи вот эти У зайчика доминохи вот эти И у пингвиненыша доминохи вот эти Так, то есть, вот они наши доминохи у всех, да Вот мы все собрались Итак, мой первый ход С лысого ходить нельзя Соответственно, у меня дублей больше нет Ход переходит к черепахе Черепаха смотрит у нее Дублей нету, да Ходит, значит, заяц У зайца тоже дублей нету Ход переходит к пингвинчику У пингвинчика есть дубль 2-2 Соответственно, он пошел дублем 2-2 Так, мой ход, да Соответственно, ну что Я, допустим, кладу 2 пусто Черепаха У нее есть пусто Есть двойка Ну, допустим, она пошла 2-4 Вот таким вот образом Так, зайка-попрошайка смотрит, что у него есть Есть ли у него двойки, четверки или пусто Двойки есть, четверки есть Ну, допустим, он дал четвертак Да, четверочку дал Пингвиненыш У пингвиненыша что? Есть ли у него 2 пусто или 5? 2 пусто есть, 5 нету Ну, допустим, он пошел вот 2-3 Допустим, вот так Так, смотрим сюда, значит, мой ход Да, тройки у меня есть Ну, давайте я вот троечку тоже дал Да, вот так вот пошел Далее, кто у нас? Черепашенция Черепашенция смотрит Да, неправильно я, конечно, пошел Надо было лучше сходить по-другому, но ладно Так, черепашенция смотрит Пусто 2-4-5 Пусто 2-4-5 Да, есть у нее пусто Допустим, она пошла пусто 1 Зайченыш смотрит, что у него 1-2-4-5 Да, у него есть и 1, и 2, и 4, и 5 Соответственно, что ему лучше положить? Допустим, он положит двойку с пятеркой Вот таким вот образом, чтобы пятерочку И единички для себя приберечь Пингвиненыш смотрим Так, пингвиненыш, что у нас есть? Пусто 3-4-6 Четверка есть, да, соответственно, он положил четверочку Так, 6 у меня есть Есть единица 2 Ну, давайте я вот 6 и 5 положу Ход черепашенции Что она будет класть? Единичка, пятерка, троечка, да, у нее есть Пятерка, единица Ну, вот ей выгоднее, наверное, положить 5-1, да, потому что единичка у нее еще существует 5-1 пошла черепаха Зайчик, попрошайчик, у него что, 1, 5 1 и 5 осталось, да Соответственно, что у нас получается? Зайчику что выгоднее положить? 1-4, либо 1-6 Либо 5-3, да Ну, допустим, пускай он положит 5-3 Пускай единички прибережет, у него пара единиц есть Так, ход пингвиненыша Что у него здесь? Соответственно, тройка есть у пингвина И пингвин пошел троечкой 3 пусто, да Я сразу же спешу избавиться от пустого Ну, и допустим, я вот его просто так положил Соответственно, ход черепашенции Черепашенцы смотрят 1-3 У нее есть, да Ей бы, конечно, по-хорошему 6-3 скинуть Потому что игра близится к финалу И если она останется вот с этим Больше очков возьмет, чем вот с этим Может ли она скинуть тройку? Нет, не может Троек нет Шестерок нет Есть единица Соответственно, единицу она сбрасывает Зайчик что? Вот не зря он единички приберег Соответственно, 1-6 он скидывает Пингвиненыш кидает 6 пусто И все, партия закончена Итак, мы считаем наши очки Соответственно, у меня 3 очка Так У черепахи 9 очков У зайца получается 5 очков И у пингвина 0 очков Соответственно, нарастающим итогом Если подсчитаем У пингвинчика 5 У зайчика 13 У черепахи 13 И у меня 3 очка То есть, вот так идем Лучше, конечно, не писать Вот как я сейчас писал А сразу прибавлять Чтобы у вас нарастающим итогом Все прибавлялось Чтобы вы знали точную конечную цифру Вот и все, друзья Вот это элементарнейшая игра В паука в домино На связи с вами был Сергей Куликов Он же Моряк Я прощаюсь с вами Подписывайтесь на канал И до хранят вас Боре моря и небес Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok